Слушая министра внутренних дел, где мы сегодня должны говорить об отставке господина Эфроса, я уже понял, вот эта команда, как село называется, трёх министров, имени трёх министров, трёх танкистов. Вылетело мне тоже сейчас. Да, если кто-то, люди понимают, откуда родом всплыну господин Эфрос. Сама с дочештами сразу, да. Значит, почему нам нужна отставка господина Эфроса? Господин Эфрос, как министр внутренних дел, Анатолий, не как министр сельского хозяйства или образования, вышел в этой студии, ну, на вашем телеканале, у вашей коллеги, да, и заявил открыто на вопрос Марианы Рассе. Он ей ответил, я-то пересматривал 7 раз, думал, может где-то кто-то вырезал, знаете, как у нас бывает, вырезают, монтируют. Его госпожа Рассе спрашивает, скажите, пожалуйста, у нас есть организованные преступные группировки в Молдове? Министр говорит, нет. Нет. Анатолий? У нас еще Владимир Воронин в 2008 году отчитался, отчитался, сказал, что лидер ОПГ такой-то задержан за наркотики, лидер такой-то ОПГ задержан за наркотрафик, потом добавили туда ОПГ Плохотнюка. Это все в ваших новостях и на других телеканалах. Лидеры ОПГ, группаря Плохотнюк, группаря Шор, группаря там Макена и так далее, это все из ваших новостей. И министр внутренних дел после убийства в Кишиневе выходит и говорит, у нас нет организованной преступной группы. Его коллега выходит и говорит, что киллер был суперпрофессионал, не переживайте, его интересовал только объект, который он застрелил. Может дать ему медали на Олимпиаду от Молдавии отправить этому киллеру? Когда Анатолий, мы должны требовать отставки министра внутренних дел, вам говорю несколько нюансов везде, как они борются со всем. Произошло убийство. По видеокамерам установили предполагаемого киллера, его маршрут действия до парка Димо на Рыжканске. Там они его теряют. Что вы думаете? Кинологов они не вызывают вообще. А прочесывать эту парковую полосу, лесную полосу, они начали через 24 часа после убийства. Я не понимаю, в тот день свадьба у кого-то была или что. И когда сегодня, я еще узнаю о том, что вы узнали, завтра прилетает группа следователей Скотланд-Ярда. Уже была информация, что прилетает группа следователей. Была. Только информация не для сотрудничества, а для того, что они хотят взять тест с этого убитого лидера ОПГ. Ну, вдруг это двойник. То есть они хотят тест ДНК, убедиться, что убитый это именно тот, который сидел в тюрьме в Великобритании, который там контролирует наркотрафик в северной части Великобритании. Знаете, почему летят? Потому что они не верят нашим. Они говорят, как говорят англичные, вдруг они за 500 долларов не с того трупа возьмут тест ДНК, и они летят сами лично брать тест. Вот доверие сегодня к нашим властям. Министр внутренних дел за фразу, что в стране нет ОПГ, просто должен уйти в отставку и заниматься программой там сад и огород.